которые лучше всего передают мотив и смысл добрых дел, совершенных жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Сейчас нам важно поддержать тех, кто в трудное время не остался в стороне, проявил настоящее мужество, сражался и продолжает сражаться на передовой. У Анастасии и Александра собственный бизнес – спортивный клуб «Стимул». О премии они узнали от знакомых. Ну, честно говоря, мы не знали про эту премию, не собирались в ней участвовать, потому что не знали, естественно. Мы вошли в реестр социальных предпринимателей буквально недавно, это было 30 июня, и нам просто подсказали, сказали, ребята, а вот есть такая премия, вы же помогаете Хитровщинскому дому милосердия, у вас бесплатно занимаются люди старшего поколения. У нас абсолютно бесплатные тренировки и групповые для них, посещение зала, плюс тяжелоатлеты Будунова у нас бесплатно занимаются, все их коллеги, ветераны, тоже у них абонемент на месяц стоит 200 рублей. Ну, то есть много, как бы, добрых дел делайте, а почему бы вам не попробовать податься вот на эту премию? Плюс огромная куча скидок. Да, скидок много для школьников, для многодетных, то есть мы, как бы, нам нравится делать добро, как Сашина мама сказала, добро порождает добро, вот. Ну и сказали, а почему бы не попробоваться, ну вот подали, вроде бы люди голосуют, будем надеяться, что что-то получится. Семейная пара вместе с командой неравнодушных электрогорцев оказывали благотворительную помощь не только в тяжелые дни борьбы с коронавирусом, но и сейчас. Мы не знали про эту премию, но, видимо, звезды так сходятся, что наш душевный порыв, он как раз, как, отклик находит в добре и в таких событиях, которые нам помогают дальше развиваться. И мы, опять же, помогали и приюту, который мы, как бы, взяли под свое крыло, под опеку. Люди у нас очень электрогорцы добрые, помогают, они и перечисляют деньги. Мы счет отдельный открыли, туда посылки стали люди сами посылать, потому что мы постоянно стараемся во всех своих соцсетях, в разговорах с людьми как-то анонсировать, что произошло у них, то они семенную картошку там едят. Ну, то есть люди там действительно в очень тяжелой ситуации. И сами помогаем, и, как бы, людей организуем для того, чтобы они вот тоже помогали. То есть те люди, которые реально нуждаются в помощи. Именно вот в самой обычной, простой помощи. Ну, а государства там нет ничего, потому что это автономная некоммерческая организация. И люди реально живут именно вот на пожертвовании обычных, простых граждан. И когда вот апрель был, да, когда сидели все на самоизоляции, чисто случайно списались. Маша, как у вас дела? А мы семенную картошку начали есть. Но семенная картошка – это все, это край. Это уже говорит о том, что люди реально уже начали голодать. И мы очень сильно удивились тому, что половина населения страны сидела в самоизоляции. И при этом, когда вот мы вот этот клич кинули о том, чтобы помочь, мы были безумно удивлены тем, что люди начали перечислять деньги. Естественно, мы им, соответственно, перечислили деньги, закупили продукты. Я считаю, что помощь наша, видимо, и не только наша, вовремя очень подоспела. 14 июля завершается прием заявок на соискание губернаторской премии. До 28 июля на сайте премии будет проходить народное голосование. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться в системе, расположенной по адресу премия-морядом.рф. Отдать голос возможно за любое количество проектов.